здоровенький был и здравствуйте мои друзья подписчики и просто зрители моего канала с вами digital defender давайте без предисловий начнем проходить прохождение игрушки под названием пояс ну что поехали и вот мы оказываемся в поезде который неизвестном направлении но куда-то все-таки сразу прошу прощения за то что местами я буду вырезать музыку так как тюбик ругается на нее за гранью назад будущее ничего нигде не берется поэтому идем дальше вот ко мне либо русскую либо столичную вот эта бутылка напоминает была такая в 90-х чемодан в ящике всяких вам и парочка инструментов взять пока мы отсюда ничего силуэт девочки такой знаете как фантастических фильмах там при взрыве ядерной бомбы там чем какой-то еще такой тут силуэт на стенах отпечатывается тянется что связаться с машинистом мы нажимать не будем смысле я не буду нажимать потому что начнет играть песня виктора цоя перемен и мне придется ее вырезать работа для вас труд дальше двери с колонной цепью можно попытаться разбить ее чем-нибудь можно конечно разбить он где-то должен валяться это чуть не ляпнул противогаз из-за этого к вида вот эти противогазы намордники эти повязки уже в голове сидят огнетушители хотел сказать но в принципе мы не будем разбивать мы культурные люди посмотрим он что-то в ящике найдем о прикиньте две отмычки нашли можно ее их использовать давайте воспользуемся отмычкой я упал возьмем на всякий случай в этом вагоне день этом в этом вагоне ночь класс да ладно ладно делаем здесь можно взять только мячик вот какой год июнь девяностого года вот мы в прихожей некой квартиры по ходу это вся наша семья отсюда опять же играет свой перемен зайти естественно мы не можем велосипед нет звонить вот тот чебуратор поет свою песенку про игрушку вот еще две фотографии записочка счастье маленького ребенка казалось бы складывается из мелких радостей мороженое в жаркий летний день подарок под елкой в новом год но ни одна из этих мелочей никогда не сможет заменить любовь папа и мама это да ну чтож выходим элеватор за окном какой-то тоже продолжаем наше движение только возьмем мячик поверьте он пригодится гляньте кто-то меня нас ожидает что за аккуратненько чтоб меня не тыркнули переместилась мы естественно справедом и встречатся на варту а гляньте что на полу нарисована девочка с косичками вернее с хвостиками играет мячиком заметьте у этой девочки тоже есть хвостик смысле у привидения ну что ж берем мячик кстати силуэт девочки которая тянулась с кнопки вызова машиниста тоже с косичками на давайте отойдем все путь нам открыть но это же еще не все тут тоже можно держаться от них подальше сейчас попробуем как как-нибудь пройти так чтоб они меня не трогали сильно больно не получилось давайте еще раз так мальчик прошел один нам надо сюда тут где-то девочка еще было но ничего мы ушли фу лучше запереть эту дверь чем-нибудь ну вот как раз для этой двери мы не брали ту цепочку с замком а вот если бы не запечатали дверь запечатали бы нас в деревянный макинтош эта записка не читается так фотография пост че постер бодрова на гитаре можем поиграть где-то ключик должен являться вот постер виктора цоя открываем книжку и что же мы видим записка кому-то повезло явиться на этот свет сильным гордым соколом и питаться свежим мясом а кто-то родился в норе и пожирает лишь падаль так написано как будто бы грузинский тост тут мы тут можно открыть что это у нас здесь похождения бравого солдата швейка принципе эту книгу тоже можно взять почему она я не знаю пока положу о я ее бросил вот с книжки ленте ключик выпал тоже подобрали ключик ключик для этой двери мы во все той же прихожей девочка плачет я когда я с тобой говорю я ведь не спрашиваю тебя где-то жляешься по вечерам там воспитание а это уже мая 2001 год то был по-моему 90-е год а какой месяц и не помню июнь по-моему фотографии уже это перевернуто и вот лишь это бутылочка водки на ней по-моему написано столичная еще даже английскими буквами на этикетке и вот да английские букву и в 90-х годах по-моему начале 90-х нам сюда нельзя делали экспортный вариант нам сюда этой водки так сказать для отправки за границу нам сюда тоже нельзя да это еще было когда союз когда еще как раз перед самым распадом союза ухты вагон живыми людьми класс никто не хочет общаться а вот если была бы у нас книжка могли бы пофлиртовать с этой девушкой и пускай это мои пилки и кричал киева пилки как там песнями неплохо дальше ты-ти-ти-ти-ти-ти никогда да ухты страшно страшно боюсь боюсь заметьте эти морды поворачиваются на нас видите страшно это страшный сон фантазии нельзя смотреть на них их нет нет да давай 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 пропустите меня мне надо от вас сбежать не понял один молоток это должен быть молоток чтобы по ним стучать не смотреть на них а вот он что смотрит улыбается смеется встан встань нам это голова еще пригодится вот тут есть два таких манекена без головы а в принципе на любого можно цеплять он отходит мы можем пройти давайте возьмем еще одну болту полкни голову и второму присобачиванию нам тоже отойдут позвоню трещина одинаковая Ну ладно, нам надо дальше. Видать, летающие головы на нас сильно повлияли. Музыка опять играет. Давайте уличному музыканту трошки денег дадим. Смотрите, у меня 4 монетки, 7 монеток. О, жуй. Запомните эту девчонку. Ступиться за девушку. Ну вот тут мы отрываемся. Играет музыка, но вы не услышите оригинальную, я имею ввиду. Придется сюда вставлять какую-нибудь из бесплатной библиотеки. Такая дискотечная музыка. Музло. Танцуем с такой прекрасной девушкой. Вот утром мы ее провожаем домой. Я так понимаю, вот он на заднем плане, это речка. Мы идем по набережной. Ох, видать, сильно нас по голове ступили. Что такие мультики смотрели? Мы все так же в треховом. Ух ты, кровища. Ты можешь больше, чем думаешь. Надеюсь, это не девушку грохнули. Ну, у кого-то в голову так точно. Так. Я что-то не понял, а тут должен быть пистолет валяться. Странно. Может, в другом месте где-то. Сюда наверх мы не поднимемся. Нам путь заказан. Сумка не открывается, естественно. Ну, что ж, давайте искать пистолет. Дверь какая-то, и вот дверь какая-то. Ну-ка. Так, крестик стоит, метка. Есть. Пойдем и сюда можем зайти. Так, выйти. Мы не можем, идем в другой край. Такое чудо-юдо, ты снится весне топором, не отмахаешься. Ну, и на этой двери метка. Ладно, давайте. Так. Ну. Я еще хотел в другое место зайти. Вернее, не зайти. А вот сюда. Терминал приема платежей. Они здесь. Кто они? Кто здесь? Так, может, сейчас появится там пистолетик. Не, 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 а? Ну, ладно. Так, дверей тут нет, да? Тут тоже нет двери. Чего это сюда придется? Двери там. Куда я могу зайти? И вот там слева. Ну, мы идем прямо так. Давайте уже прямо идти. Не сворачиваясь в пути истинного. Не берется. Кто-то убежал. Нам свойственно отеотеть к тому, что нас же и убивает. Ну, да. Вот замок мы не можем открыть, так вот нет пистолета. Давайте пойдем к другим дверям. Если нас выпустят. Да нет, не хочет брать ничего. Ооо. Вот он. Шкаф не напоминает ничего. Выглядит свет такой же шкафтур. Косой. Ну, а здесь шкафы не открываются. Видите, девушка идет в той же шапочке, в тех же шортиках. Видите, девушка идет в плане. Вот что значит пить много водки, нам по-моему сюда. Хозяин ломбарда серьезно ранен. Ладно, вот сумка которую надо взять, шкафчик с меткой, ляп. Вот тут кто-то кричит, чтобы двери открыли, но мы не можем открыть дверь. Я вам сейчас кое-что покажу. Метро 2033, Дмитрий Глуховский. Или Глуховский. Еще сейчас вам кое-что покажу. Халват вторая, 9D диск. Сделать анонимный вызов скорой помощи. Давай. Для соединения с послужбой скорой помощи нажмите клавишу 3. Ну а я лучше. Вот все, мы вызвали часики. Часики улыбаются. 10 минут 11. Кстати, вот серьезные фирмы, которые занимаются выпуском часов, по большей части дорогих часов, они всегда часы продают. Вот стрелки у них именно в таком положении. Либо без 10,2, либо 10 минут 11. То есть, еще говорят, часики улыбаются. Ну что, пошли? Остановись. Стой, не надо. Сваливаем. Вот это торкнуло. Ага, сейчас. А что мне с вами разговаривать? Так надо как-то пройти быстренько. Ай, зацепили. Ай, зацепили. Ну ты. Ну что, давайте еще раз пойдем. Таю, ты балки. Ах ты, блин. Здесь вот тут фразы со сталкером. Сейчас. Пробуем пройти. Да там шо ж ты гляжешь, будешь делать. Вот, первый пришел. Второй, не очень. Так, двоих на пролом пришел. Или нет? Так, надо теперь не нарваться. Нарвались. Он смеется. Как сталкеры смеются этим бандюки. И там часа завезут. Ну ты че. Ну, давай, давай. Ах ты, фут. Сволочи такие. Давай руку свою тяни. Нет, это ж мгнул. Ну, это их нет, братан. Иди сюда, что-то напоминает. Как это? Сидорович песенку пел. Там такой припис. Как бы, братан, не забывай друзей. Блин. Фу, первое понесло. Вдовремя нет. Еще чуть-чуть осталось. Опять последнее. Фу, прошел. Ну и вот то место, в которое попадают такие грабители банков и ломбардов. Вот тут записочка. У меня один раз получилось ее взять, но в этот раз как-то нет. Все, туда мы уже не зайдем. Огонечка такая страшная типа. Зашел аккумулятор, он не берется. Сейчас вот тут одну штучку, вернее несколько штучек, надо не забыть взять. Они должны быть где-то здесь, эти штучки. А, вон они. Ой, страшно такое. Вот, они нам приводятся еще. Слышите, как поезд надужно стал ехать. Гляньте, как вагоны покорил было. Картинка красивая, но некрасивое место. Такая музычка спокойная, приятная. Можно было бы считать это парком, но в парках не ставят нам гробные плиты. Давайте посмотрим. Сразу видно, кому родичи ходят или знакомые, кому нет. Что написано? Я смогу прочесть? А, нет. Не могу. Так, ну, нам надо не сюда, а тут нет ничего. Нам надо вот сюда. Узнаете, кто на фотографии? Записочка. Чувство, разрывающее тебя на куски, чувство ничем несравнимое. Обращиваешься назад, а ничего уже не исправить. Ничего уже не важно. В какую сторону я шел. Уже не видно даже. Я шел, я не помню. Вроде правильно это. Все летает, как будто беги в невесомости. Толканули коляску. Не, Димон Анатольевич Медведев. На руке наколка воно. Вот, заметьте, мы в очках, да, экран целый вроде как, да. Привоточки разбились. Вытащить пассажира из машины. Что ook? Нет. Показать. Самое. Где-то мы чутились. Кто-то пробежал. Но двери здесь не открываются, так что бежим вперёд, хотя там тоже двери. И вот заметьте, очки надеты до сих пор разбиты. В этой игре нас как бы кидает вот то, в чём мы. По разным параллельным жизням, вселенным. Что-то типа такое. Открываем дверь. Я когда первый раз сел за эту игрушку... За эту игрушку. И вот когда вот этот скример был, у меня чуть сердце не стало. Блин, так красиво как, да? Вау! Это мы видим как бы то, что под нами. А вот вода. Нам тут надо будет пройти. Заметьте, вода вроде как нарушает все законы физики. Или мне просто так кажется? Да не, она как бы поднимается что-ли. Ооо... И сейчас будет слуха Давай, давай, дорогой Чтоб меня застопорило Давай, давай, давай Тебе надо каких-то 20 или 30 метров Проплыть под водой Давай, 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 давай Давай, давай, давай Давай, давай, давай Давай, давай, давай Не проплыл Ну что ж Попробуем еще раз Давай, давай, давай Давай, давай, давай Давай, давай, давай Попытка номер 3 Давай, 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 давай Неужели человек, неужели... Да будет без дыхания, сколько там будет? Рома длина, да? Четвёртая, какой-то. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Хорошо. Фу. Хорошо. Опять музончик начинается. Вау. Всё. Мы практически подошли к концу своего путешествия. Ну что ж. Давай. Страшно. И что ж нас ожидает в конце? Ух ты. Что ж, благими намерениями выслана дорога в ад. Да. переходим к этот кайф. Мы садимся. Кострявая рука с клюкой. Обычная ЖД станция, даже не станция, а платформа. Зато такая полу навороченная. Там я заметил, когда садился, как хорошо, там был терминал оплаты, а мусора стоят. Такой город вдалеке, постройки интересные. Старческие каши. Вот и всё. Да, видно терминал самообслуживания. Сейчас поезд проедет, его будет видно. Такой тёмно-синий. Видите город, какие здания. А вот такая вот игрушка. В ней есть свой смысл, свой подтекст, своя философия. Каждый человек может сделать выводы самостоятельно. Я свои выводы озвучивать не буду, пускай они останутся при мне. Ну вот и всё. Повторяюсь, мы прошли эту игрушку. В принципе, это финал. С вами был Digital Defender. Не скучайте, сидите дома, занимайтесь домашними делами. Раз карантин, желаю вам 36,6. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok